Эту летнюю террасу у ресторана-отеля построили всего за месяц. По плану она должна была проработать до конца сезона. Но у сотрудников администрации города возник ряд вопросов. По их мнению, документов на строительство предоставлено не было, и теперь самострой решено снести. Эта история началась еще в 2013 году. Тогда собственники отеля обратились в мэрию с эскизным проектом террасы. Чтобы согласование было обоснованным, проект отправили на доработку. Но окончательный вариант в администрацию так и не поступил. В мэрии заявляют, что ранее уже обращались к собственникам отеля с требованием прекратить возведение летней веранды. Однако стройка продолжилась, и тогда в городской администрации решили принять меры. Ее представители говорят, земля, на которой ведутся работы, хоть и находится в аренде, муниципальная. А значит, никаких действий собственники гостиницы без разрешения местных властей предпринимать не должны. Тем более, что эта территория – прогулочная зеленая зона для жителей и гостей курорта. А такие постройки портят ее эстетический вид. У руководства отеля, между тем, своя правда. Во-первых, это временное сооружение. Весь пакет необходимых документов, это согласование генплана, внешнего архитектурного облика, был с администрацией согласован. Даже уведомление о начале строительства порядка 18 или какого апреля мы отправляли. Однако в администрации уверяют, что так и не давали разрешения на возведение террасы, и таким образом собственник нарушил порядок аренды муниципальной земли. Но сдаваться просто так представители известного гостиничного бренда были не намерены и всячески препятствовали сносу. Например, во время работы строительной техники персонал гостиницы вышел на веранду и разместился за столиками. Но это не помогло. Сегодня от самостроя уже мало что осталось. Ну а мэрия намерена идти до конца и, если потребуется, расторгнуть договор аренды земельного участка. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова